всем мотоциклистам привет сегодня будем датчик холла разбирать постараюсь ответить на все вопросы которые накопились того времени когда я публиковал видео как те датчики холла проверять были вопросы про то как разобрать возможно ли перемотать и прочее прочее я постараюсь вот на эти все вопросы совокупности ответить в одном ролике вот у меня такой датчик есть еще с более широким набором пластин в принципе они не отличаются то есть они взаимозаменяемые по поводу этой пластинки я их раньше отгибал эту пластину вытаскивал но вот этот датчик холл у меня попался видите он стаскивается вот как он устроен этом фиксатор и все она остается катушка то есть в железе сломаться ничего не может перегореть это если только погнуть его теперь у нас остается катушечка и она пропитана клеем еще чем-то вот здесь вот мы просто подковыриваем чем-нибудь аккуратно главное не под большим углом чтобы не проткнуть и провод не повредить подковыриваем аккуратно и пытаемся снять шелуху сейчас я покажу смотрите ребят я вот подковырнул отверточкой и начинаю потихонечку снимать вот аккуратно еще подковырнул и пошел откручивать то есть тут у нас много много чуть камера не упала много много нитки и и нам надо убрать убираем видите первые кусочки не отламываются то что пропитана да уже и года берут свое а потом уже шлуха дальше снимается кажись этом проводочек задел сейчас попытаюсь это делать аккуратно видите о чем я говорю чтобы провод не задеть надо очень аккуратно действовать снимаем всю эту пропитку снимаем все эти нитки вот смотрите у нас тут появляется бумага она тут качестве изолятора снимаем провод тоже был пропитан все сняли но если он у вас в обрыве особо не парьтесь то что он оторвется вот от этого вывода там потом уже можно припаять имейте ввиду проволока в лаке а то новички пишут я мол взял вскрутил я говорю от лака зачистил зачем там же голая проволока говорю она в лаке поэтому у тебя не работает ничего да не может быть я не знал вот вот такая катушка то есть у нас датчик это просто намотанная катушка тут ничего сложного нету берем сматываем считаем раз итог два три четыре пять шесть семь восемь девять желательно наматывать не на пальцы как я а на какую-нибудь оправку надо мотать это случае если у вас сгорела катушка хотя честно я не помню чтобы датчики индуктивные вот эти вот с восходов с минска с карпаты с электронного зажигания чтобы они когда-то вылетали честно не припомню а в том плане что чтобы они сгорали прям проволока сгорала сплавлялась потому что напряжение здесь не поступает никакого здесь просто импульс снимается и передается коммутатор чтобы сработал тиристор управляющий электрод импульс него подается и все теперь по поводу кто-то у меня спрашивал там замены прочее ребята этот датчик только на такой же датчик можно заменить еще можно приспособить вот зажигание сидя и от скутеров там немножко другой формы у него сердечник круглый но тоже он состоит из обмотки тонкого провода можно по сути мы пробовали эксперименты еще так сказать совсем зеленой юности пробовали экспериментировать и у нас получалось мы заводили от головок воспроизведения от бобинных магнитофонов то есть вместо датчика холла прилаживали уж там тоже катушка работала правда двигатель работал не четко но все равно из краба лаз заводилась то есть мотали даже на куске провода с пластин делали потому что одно время датчиков тех не найти было то что не найти как бы их можно было найти но сами знаете в детстве еще школьные годы откуда деньги новые не продавали старые покупать тоже как-то хотелось что-нибудь приладить и вот так выходили ситуации по сути его перемотать проблем нету сейчас посмотрю на памяти уже не помню сколько здесь витков гляну сколько витков и информацию еще дополню в общем ребят датчик наматывается тут 1000 витков можете смело там плюс минус 20-30 витков ошибиться желательно в плюс в минус может быть не четкое срабатывание могут быть если коммутатор старый и проблемы с тиристором могут быть пропуски то есть лучше чуть-чуть перемотать хуже от этого не станет так теперь по поводу того чаще всего вопрос задают перемотать каким проводом можно перемотать его я вам сейчас все покажу тут у нас 015 вот тут у нас 014 это трансформатор от счетчика электроэнергии дискового обычного они каждый счетчик стоят только разница в том что в старых счетчиках провод двойной мотается на трансформаторе здесь он одинарный то есть вам надо со и 6105 искать или 606 если память не изменяет в общем я вот этот вот вытаскивал современного счетчика у которого 600 оборотов на один киловатт 600 оборотов дисков они более новые и вот здесь 014 диаметр провода 10 тысяч с половиной витков 10500 вот на такой огромной катушке здесь всего 1000 вот с этого трансформатора с этой катушки вам провода хватит на 10 таких датчиков точно без проблем так теперь у кого просто обрыв ребята делаете как я оправку или на спичный коробок мотаете главное чтобы узлов не было то есть знаете когда провод у вас провис то мы его резко дернули и вот такой вот узел получается потому распрямить тяжело если вы распрямите в этом месте начинает трескаться лак это не гуд вот значит берете на оправку мотаете пока у вас провод не обнаружите обрыв чаще всего он либо в начале либо в самом конце чтобы в середине где-то обрыв было то надо какое-то механическое повреждение чтобы что-то попало там тонкое пробило изоляцию верхнюю и незаметно было уж такое тоже случалось как будто иголочкой ткнули без крышки ездили что-то такое попало и отказалось зажигание вот начал сматывать буквально первый слой отмотал у меня бах все провод оторвался я вот обнаружил такую точку еле заметно пришлось провод сматывать целиком вот такой трансформатор взял намотал то есть буквально за полчаса он перематывается и вот пироги теперь по поводу сопротивления сопротивление официально в таблице указано 50 55 ом но ребята я вам скажу что даже с 25 ом они датчики работали у меня то есть имейте ввиду что температура везде разная то есть замер вот эти 50 55 он обычно даются при плюс 20 градусов замеры в среднем вот и еще идет большая погрешность между приборами у кого-то прибор вот на этом датчике покажет примеру 50 ом другой кто-нибудь придет это же датчик по мере там будет 45 ом так что имейте ввиду вот если у вас 0 ом 3 ома показывает то возможно датчик где-то короткое замыкание если обрыв это тоже уже не рабочий датчик если у вас один из этих проводников звонится на корпус самого датчика тоже вряд ли он будет работать хотя кто-то заметит скажет ну один же из проводов цепляется на массу ребята вот если он вас на массу прозванивается вы уверены что у вас начало катушки на массе замкнуло а не конец если конец катушки выход точнее то у вас получается короткое замыкание просто у вас сигнала не будет идти в коммутатор поэтому тоже прощайте на это внимание и конечно же самый самый верный лучший способ проверить работает или нет датчик если вот вы допустим сомневаетесь там вас сопротивление показывает примеру 30 ом или 15 ом и вы не знаете или прибор у меня тупит или еще что-то не так а вдруг он рабочий а вдруг он не рабочий самый лучший способ единственно верно это поставить на генератор завести мотоцикл и посмотреть как будет работать вот и по поводу китайских датчиков ребята китайские датчики по крайней мере которые я брал в году 2005 они также работают какие-то единственное что мне сейчас пишут что китайские датчики не намотан алюминиевой проволокой это как бы не очень хорошо но который я покупал китайские датчики чуть холодно не сказал блин эти индуктивные они медной проволокой были намотом в любом случае если уже захотеть заморочиться и вас от этого датчика нету ли вы его там сломали погнули кто-то вам там подгонится всем по дешману скажет и вот у меня китайский датчик я его купила не знаю он рабочий нет на забирая если у вас там какие то есть сомнения или он в обрыве даже катушку снимаете если вы будете точно перематывать намеренный прям срезаете его на хрен этот провод все выкидываете счетчик разбираете я думаю найти старый счетчик не проблемы сейчас и мотаете тысячу витков провода вот сюда можете прям катушечку одеть на шпильку конец шуруповерт ее проводом передержи рукой придержите провод жмете кнопку шуруповерта и наматываете чтобы равномерно было после чего хоть изолентой хоть чем перед изолентой желательно конечно там хотя бы у жены подруги у матери сестры стырить немножко лака для ногтей если нету обычного цапан лака пропитать сверху изоленты подпаять выводы и вот вам датчик холл рабочий все будет отлично так что если какие то вопросы еще остались какие то сомнения пишите я постараюсь вам помочь то что смогу сниму подробно так сказать наглядное видео что там попроще постараюсь объяснить в крайнем случае ссылочку дам на нужный понятный ресурс ставьте пальцы вверх подписывайтесь на мой канал хочу также поздравить всех с весной что весна пришла но только по календарю пришла еще пока на улице зима но все равно уже не за горами скоро сезон начнется всем привет всем успехов скоро увидимся